Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Совет одобрил еще два проекта. В Абакане откроется бизнес-отель. Первый четырехзвездочный в Хакасии. Также мощную поддержку в 3 миллиона рублей получило предприятие по изготовлению монтажу металлоконструкций. Для тех, кто еще думает, куда выгодно вложить средства. Через неделю заработает инвестиционный портал. Через этот сайт потенциальные инвесторы смогут увидеть всю информацию, где, как и на каких условиях предоставляется земля, имеется ли инфраструктура, а если понадобится, и оперативно связаться с руководством региона. Буквально в онлайн режиме. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Саиногорске осужден мошенник, который через суды забирал квартиры. Мужчина заключал с гражданами договоры займа под залог квартир на кабальных условиях. 240% годовых плюс пени за каждый день просрочки. Так, в декабре 2009 года он оформил займ в 250 тысяч рублей под залог квартиры. В связи с тем, что женщина не своевременно выплачивала долг, обратился в суд, который вынес решение в пользу взаимодавца, принимая во внимание представленные им фальсификационные доказательства. В результате квартира женщины отошла мошеннику. Аналогичным способом он завладел еще тремя квартирами. Кроме того, на удочку жулика дважды попадали дети-сироты, получившие квартиры от государства. Их жилплощадь он продал и обманным способом деньги присвоил себе. Ущерб от действий мошенника составил более 5 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года и штраф в 100 тысяч рублей. Эпоха беспощадного террора 20 века жива в памяти народа. Сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, по традиции, у мемориала репрессированным собрались жители республики, чьи родственники пострадали в то время. Наталья Гармашова подробнее. Сталинский террор в 30-е, 50-е не пощадил никого. Только с территории Хакасии в те страшные годы угнали в лагеря 5268 человек. В числе арестованных, расстрелянных, ученые, педагоги, партработники, крестьяне. Не обошла беда и семью Сиротининых. Отца репрессировали в 32-м, когда младшей дочери Антонине был всего год от роду. Было две лошади, две коровы. Все забрали, посчитали кулаком. Мы голодали. Писать письма и тем более навещать отца родне было категорически запрещено. Домой главу семейства жена и дети так и не дождались. Он умер в 37-м в лагере. Об этом Сиротининым сообщила медсестра. У Олега Шулбаева годы террора забрали деда. Без средств к существованию осталось 10 детей, в их числе и будущий отец Олега. Он позже и рассказывал сыну о голодных годах, о том, что членам семьи, которых считали врагами награда, не давали работу. Между тем, страшные времена не сломили семью. Четверо из них участвовали в Великой Отечественной войне. И Бог, видимо, или дух моего деда хранил их. Все вернулись живыми. Раненые, конечно. А один из детей был в трудармии, тоже живой вернулся. Еле-еле душа в теле, как говорится. Но выжили все. Воспоминания о каждом человеке, пострадавшем во времена беспощадного террора, живы в сердцах потомков. Вот уже 22 года родственники репрессированных собираются вместе в единый день. В памяти жертв политрепрессий. Чтобы выразить свои переживания и боль. 30 октября к мемориалу в Абакане, на котором фамилии более 5000 человек, жители городов и сел, несут цветы и венки. Наталья Громашова, Владислав Кустовой, 200 Хакасия. Более 18 миллионов рублей поступило в Хакасию для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. На эту сумму приобретут жилье для 17 ее участников и вдов погибших фронтовиков. Всего же в очереди в Министерстве труда и социального развития республики состоят 47 граждан, имеющих эту льготу. Каждый из них имеет право получить 1 миллион 93 тысяч рублей для улучшения своих жилищных условий. Благодаря этой программе с 2008 года в Хакасии получили жилье 937 ветеранов Великой Отечественной войны. Федеральный бюджет направил на эти цели больше 800 миллионов рублей. Адресная помощь за 200 километров. Волонтеры из Фонда социальной поддержки населения «Мир Добра» собрали материальную помощь для конкретной семьи в селе Матур Таштыбского района. История о том, в каких тяжелых условиях выживают мать с тремя детьми, не оставила равнодушными многих – и предпринимателей, и простых граждан. Подтверждение истины, что хороших людей все же больше в следующем материале. Абакан. Раннее утро. У входа уже приготовлены вещи для дальнейшей отправки в район. Все это от канцелярии одежды, обуви до продуктов и даже транспорт, газель, на который помощь повезут в Матур – все это результат отзывчивости жителей Абакана. Организатор акции «Фонд «Мир Добра»» за шесть лет работы уже обрел постоянных друзей и партнеров – тех, кто всегда отзывается на призыв о помощи. Воспитанники Абаканского училища номер 6 среди них. Подростки помогают загрузить вещи в машину, мы выдвигаемся. В пути три часа, и вот волонтерский десант на месте. С помощью местных разыскиваем нужный адрес. Татьяна Баргаякова дома. Именно ее история без преувеличения заставила содрогнуться совершенно чужих людей, живущих за 200 километров. Полнейшая нищета, когда троих детей нечем кормить и не во что одеть. Отсутствие работы, попытка залить горе и, как итог, решение уйти из жизни. Остановили женщину в последний момент. А сегодня пришла помощь. Оттуда, откуда действительно не ждали. До нас зашла информация, которая не напрямую. И мы тут же объявили акцию сбора вещей. Нам предприниматели помогли, простые люди, вещи, обувь, продукты, мощь, средства, школьные принадлежности. В общем, собрали много, почти полгазели. Разбирая вещи, примеряя обновки, дочки Татьяны, Наташа и Альбина, стесняясь, рассказывают о своих успехах. Школьницы хорошо учатся, занимаются борьбой. Их медали висят на самом видном месте. Старшего брата Славы дома во время нашего визита не было, но подарки достались и ему. Провожая неожиданных гостей, Татьяна смущенно произносит. Пожалуй, главное, зачем в такую даль ехали волонтеры. Обещание исправить в своей жизни то, что еще можно исправить. Да, сейчас будем стремиться. Спасибо вам большое. Хотелось бы, чтобы эти люди понимали, что не надо постоянно рыбу получать. Нужно самим что-то делать, не сдаваться в этой жизни. Что-то делать такое, чтобы... Ну, живем же ради детей. Впрочем, поддержка в тот день перешла не только в семью Баргаяковых. Несмотря на то, что помощь была адресной, ехали в конкретную семью, волонтеры в Абакане собрали столько вещей, что помочь удастся гораздо большему количеству нуждающихся. Оставшиеся вещи будут распределять уже в женсовете села. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Я желаю вам удачи и оставайтесь на канале Россия 24. Увидимся скоро. Редактор субтитров А.Семкин